Спасибо. 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 Спасибо, Васильевич. Спасибо. С любой стороны можно. Желательно ближе к той стороны, потому что микрофон там, и чтобы вас, соответственно, было видно в камеру. Так, уважаемые коллеги, доброе утро. Это конференция посвящена 90-летию Михаилу Михайловичу Лаврентьеву, который вместе с Андреем Николаевичем Тихоновым, Алексеем Константиновичем Ивановым заложили фундамент теории некорректных задач. Это 50-60-е годы. Конечно, склад Михаила Михайловича огромен. И можно даже сказать так, что вот этот фундамент первый слой заложил Михаил Михайлович. Я сейчас постараюсь обосновать, почему. Давайте вспомним работу по численному решению уравнения Лапласа. Задача Кашли для уравнения Лапласа была опубликована в докладах Академии наук в 1955 году. Можно так сказать, что он снял проклятие Адамара, которое он наложил на корректную задачу, приведя пример на швейцарском математическом обществе в 1917 году. Ну, я прежде всего, конечно, кому посвящена. Теперь, конечно, слова благодарности оргкомитету. Во всех коллегам, сибирикам коллегам, которые, несмотря на пандемии и коллапсы, все-таки организуют вот это все вообще мировое научное сообщество, чтобы могли обменяться мнением, потому что, ну, превратился фактически в центр по некорректным задачам. Это центр, который позволяет вот последние пять лет особенно проводить конференции по обратным некорректно поставленным задачам. Теперь обратимся, так сказать, к теме доклада. Ну, прежде чем сформулировать основную задачу, которую я буду рассматривать, я немножко должен как бы предысторию, чем я занимался в последние годы, в частности, доклад взял. Речь идет… Речь идет… Речь идет… Речь идет… Значит, занимался я решением обратных задач, некорректно поставленных, в условиях не единственности. В чем проблема? Значит, все методы вариационные, в том числе метод Тихонова и итерационные методы по теории аппроксимируют нормальное решение. То есть решение за ближайшее к нулю или к какому-то элементу. Значит, если у нас не единственность, то и искомое решение, повторяю, искомое решение, которое нужно найти из числа множества решений, может быть ненормальным. В полном смысле в том, что не совпадать с нормальным решением. Следовательно, мы в опасности получить чуждое нам решение. Единственный способ получения разрешения этой проблемы – это привлечение всей априорной информации, которую мы можем добыть у заказчика, численными экспериментами и прочее. И получается, что если мы сможем добыть априорную информацию о решении таким образом, что фактически приведем задачу в единственность, то у нас появляются шансы получить решение, утворяющее физическим требованиям. Ну и был предложен метод решения, в каком-то смысле универсальный. Продемонстрировать можно на простом примере. Значит, сначала мы формируем какой-то базовый процесс для решения базового уравнения. Вот это первое, значит, это так называемый итеративный вариант метода Тихонова или для простоты, простую итерацию. Затем, чтобы учесть, то есть в нашем распоряжении есть уже базовый процесс без относительно априорной информации. Затем мы формируем, значит, отображение, так называемое фьеровское. Ну, вот здесь не раньше написано, что такое фьеровское отображение. Мы решаем задачу, значит, находим неподвижную точку оператора шага. Значит, если отображение фьеровское, если он сдвигает, скажем, итерационную точку по направлению всех решений, ближе находится ко всем решениям, чем исходный элемент, ну или итерационная точка. Ну, есть более сильная, вот с запасом. Это позволяет нам строить такой модифицированный метод, значит, либо произведение, либо выпуговая комбинация. При некоторых условиях это гарантированно дает нам решение, которое не только решение, но и принадлежит ку, то есть удовлетворяет физическим требованиям. Значит, вот это предыстория. А теперь мы несколько усложним задачу. Ну, у нас не обязано вообще иметь АУ равно иметь решение. Не обязано. То есть мы можем наврать как бы в нахождении априорной информации, то есть недостаточно достоверная. Таким образом, в отличие от ситуации, которую мы рассматривали, не пусто. Мы же ищем решение, предыдущие мои соображения. Теперь уже это пустое. И мы вынуждены перейти к более общей задаче. Задаче минимизации, квадратичной минимизации при таком ограничении. Значит, на самом деле я занимался решениями задач, обратных задач и предполагал, что эта общая задача также посвящена решению обратных задач. Ну, это правильно, потому что это более общая задача. Она включает предыдущие. Это просто частный случай, предыдущая ситуация, когда вот здесь не пустое. Но оказалось, тут я познакомился с зарубежной монографией Лауксен Хальцем 1995 года. Ну, это классика, и она в серии классики выходит. И обнаружил с удивлением вот что. Значит, во-первых, что там, вот я цитату одну приведу, внизу которая. Значит, задача 2. Задача 2. Имеет многочисленные приложения в прикладной математике, физике, статистике, математическом программировании, экономике, теории управления и других областях. При частных реализациях Q. Меня это как-то раньше не интересовало, где она прикладывается домой. И оказывается, что очень важный случай, когда Q задается в виде систем линейных неравенств и равенств. Вот именно этот случай имеет многочисленное приложение вот в этих разделах. Вот цель, значит, рассмотреть некоторые постановки и предложить метод, решение именно вот задач с линейными ограничениями, и показать, что он в некотором смысле альтернативный тем методам, прямым методам, повторяю. Прямым методам, которые изложены вот в этой монографии. Ну, прямые методы решения задач некорректных мы знаем, что не всегда может привести к удачному исходу. Поэтому вот итеракционные процессы, о которых я буду говорить, в каком-то смысле являются альтернативными в том смысле, что они порождают реализующий алгоритм. Устойчивый метод к погрешностям исходных данных и в А, и в В, и в Ку, в частности. Итак, вот частные постановки, которые наиболее, так сказать, популярны в приложении. Ну, они все понятны, все они используются. Мы дополним первые четыре, которые рассматриваются в этой монографии, еще двумя. Вот предпоследнее, так называемое, что это такое там написано? Нахождение ближайшей точки к элементу В0. Это есть проекция. То есть строим метод построения проекции. Почему это важно? Хотя она и частная постановка. А потому что проекция используется во многих методах. И ее надо вычислять. И тоже нужно строить регулярные алгоритмы. Сначала, как бы, сведения, которые, ну, в общем-то, известны хорошо. Ну, вот это утверждение гласит, что для того, чтобы УСА звездочка было решением нашей задачи, вот это два метод квадрата, метод на меньше квадрата с ограничениями, необходимо достаточно, чтобы либо она являлась решением вариационного неравенства, либо являлась неподвижной точкой оператора Т. Вот последнее мы будем использовать для построения итерационного процесса. Естественно, попробовать метод простой, метод последних приближений. Метод последних приближений. Ну, метод последних приближений понятно, что есть классический результат, там, сжимающих отображений. Здесь и близко нет сжимающих отображений, поэтому нельзя применять. И утверждение следующее. Оказывается, что именно для метод меняющих квадратов с ограничением, вот в этом случае, имеет место следующее, что оператор Т, который мы хотим неподвижную точку найти, является сильно фиеровским, во-первых, не растягивающим. Тут еще дополнительно не так важно, но на самом деле тут богатая информация. Видите, монотонность, квадраты поправок сводятся. Но в Гильбертовом пространстве сходимость слабая. Ну, тут, конечно, метод на меняющих квадратов прежде всего в РН рассматривается, но тем не менее интересный и более общий случай. И вот это позволяет нам сформулировать теорему 2. Добавим методу последовательных приближений корректирующие множители. Гамма-ката. Ну, тут надо, чтобы она была допустимой последовательностью. Я не буду полное определение. Ну, ясно, что гамма-ката должна стремиться к единичке. Это понятно. И вот, если она допустима, ну, некоторые условия, я потом скажу, как вы говорите, сходятся к решению ближайшему к В0. Во-первых, сильная исходимость. Во-вторых, мы еще дополнительно можем нагрузить В0, чтобы получить именно, ну, скажем, пробное решение, получить ближайшее к В0. И самое главное, что, если мы пока будем говорить о возмущениях А и Ф, она устойчивая, то есть реализующая алгоритм при точной реализации ПФУ метрической проекции. Кстати, самый сложный в этом процессе. Надо вычислять метрическую проекцию. Так. Ну, я пропускаю там. Ясно, что если Q задано простым образом, то там это вычисляется простой формулой, поэтому это неинтересно. Ясно, что надо рассматривать случай, когда Q задано системы линейных неравенств и равенств. Итак, начнем с самого простого случая, как бы, метр на меньшее квадратов. Вот это задача 4. Что это такое? Это нахождение проекции элемента В. Начнем с того, как вычислять проекцию в случае, когда у нас ограничение задано в виде системы линейных неравенств и равенств. Вот на этом слайде показано, что мы формируем оператор Т. Значит, ну, тут все понятно. Значит, вот это задается строка, ну, либо когда у нас равенство, либо тоже строка, когда неравенство. И здесь все простые итерации, кроме скалярного произведения, есть еще срезка. Все в явном виде, то есть простая реализация оператора Т. И если посмотреть повнимательнее, на самом деле это выпуклая комбинация проекций на каждую строку, либо равенство или неравенство. И вот если гамма-ката, например, выбрана так, то сходится к проекции элемента В0. То есть очень простая процедура, просто реализуется, чтобы находить проекцию, а у нас она торчит там в основном, чтобы вычислить проекцию в углу. Ну, этот слайд показывает, что здесь тоже можно установить устойчивость по отношению к входным данным. То есть к элементам матриц и к числам В, которые правой части там. Вот теорема 5 как раз показывает, что это имеет место. Таким образом, по отношению к оператору А, который сдает у нас метод на меньшее квадратов, и по отношению к возмущениям в априорном множестве, процедура устойчивая. Таким образом, в целом, по частям они устойчивы. Но на самом деле, процесс, который мы построим, он устойчив ко всем возмущениям. То есть это действительно будет реализующий алгоритм. Так, теперь общий случай. У нас частный случай, мы проекции вычисляли. Когда у вас вот равенство, неравенство. Ну, похожим образом формируется оператор, так же, как в предыдущем случае. Потому что у нас та же ситуация, как и в случае метрической проекции. И наличие корректирующего множения позволяет нам, ну, как, если уж совсем по рабочим крестьянам, не прикладывая головку, можно поступить как? Мы проводим один шаг операции, вот это процесса 10, а там как пул. Но мы теперь имеем итерационный процесс, сходящийся на предыдущем слайде, вычисление проекции. И таким образом, значит, вот этот элемент, который появился в скопы, вместо ПКУ проекции мы проводим достаточное число итераций, чтобы реализовать. Точной реализации нам не нужно, потому что у нас устойчивость к возмущениям ПКУ. так что можно это сделать. И вот это следствие показывает просто, из того, что мы получили, действительно итерационный метод решает задачу метод на меньший квадрат с ограничениями линейными, и этот метод устойчив ко всем параметрам, то есть по всем входным данным. И мы получаем, что вот, видите, справа там, это должно стремиться к нулю. Значит, если мы выбираем число итераций так, что произведение стремится к нулю, об итерационных процессах, так и единственная возможность, значит, надо связывать, нельзя безумно сходить с бесконечностями, то мы получаем или идущий алгоритм. Так, это я так ищу, значит, что у меня уложится. Так, теперь есть важная задача линейного программирования. Вот она у нас тут появилась, ну, просто как бесплатная, так сказать, добавка, но оказывается, что и тут есть добавка существенная. Мы можем построить устойчивый алгоритм. Кстати, я напомню, что есть работа Андрея Николаевича Тихонова, специально посвященная методу регуляризации для линейного программирования. И там тоже применяется метод регуляризации. Тоже применяется. Но то, о чем я буду говорить, и там существенно есть отличия вот в чем. Есть замечательный результат совершенно Еремина Ивана Ивановича. Ну, это вообще классик в матпрограммировании, во-первых. Вот о чем он гласит. При достаточно малом значении параметра регуляризации Классики как? Альфа стремится к нулюмам. Тогда в осимтотике мы получаем сходимость элементов. Здесь же ситуация следующая. При достаточно малых значений альфа регулированное решение совпадает с решением исходной задачи линейного программирования. Таким образом, решая регулированные задачи, одновременно мы решаем исходную задачу линейного программирования. Это, мне кажется, очень полезно, во-первых. И необычно, потому что в работе Андрея Николаевича, это, конечно, просто как классическая регулировация Альфа стремится к нулю и присоединяется с зависимостью с погрешностью. Таким образом, давайте мы применим наши наработки для этого случая. Ну, во-первых, регулированная задача, еще раз посмотрите на нее. Если мы выделим полный квадрат целевой функции, то мы сведем эту регулированную задачу в нахождение метрической проекции вот этого элемента всего лишь. Таким образом, а у нас, значит, нахождение проекции, а это мы знаем, как делать уже, у нас есть метод решения. Ну, тут просто повторение того, что, опять-таки, если мы добавим корректирующие множители и применим тот процесс для метрической проекции, мы решаем, при фиксированном Альфа, исходную задачу линейного программирования. Исходная задача. Альфа здесь не равно нулю, но решение о регулированной задачи совпадает с исходной. Это удивительный, конечно, результат. Так. Ну, технику регулированной мы можем применить не только в линейном программировании, но для нашей задачи, которая у нас с самого начала была сформулирована. Вот. И что здесь появится нового? Конечно, можно метр на менящих квадратов реализовать классическим способом по Тихонову. Итерационный процесс, который вот здесь написан, дает сходимость нашего базового итерационного процесса к регулированному решению, причем к сильнее скорости сходимости. И таким образом, теперь мы можем решать не некорректно поставленным метр на менящих квадратов с ограничениями, а регулированное. И нет необходимости связывать число итераций с погрешностями данных. Можно, если есть ресурс машины, считать как угодно, долго. Это не мешает вам получить устойчивый алгоритм. То есть не заморачиваться с выбором числа итераций. Просто итерировать, как вам угодно. Ну и вот тут аналог как раз сходимости, который можно применить уже к регулированной задаче. Я об этом говорил. Теперь давайте соберем все, о чем мы тут накопали. Опять-таки в той классической монографии, посвященной методу на менящих квадратов. Ну, во-первых, давайте посмотрим после десяти строчка. Что это соотношение означает? Оказывается, что решая самую простую задачу, когда ограничение больше нуля, но проще не бывает, в метрической проекции это срезка. Там не надо ничего вообще рассчитывать. Так? Можно решить задачу восемь, следовательно, задачу девять. И из восьми можно еще получить десять. То есть собираются вместе замены переменных. Фактически решая только вот эту задачу, можно решить все остальные задачи. Ну, если мы хотим сэкономить. Ну и, значит, дополнительно мы научились вычислять устойчивым образом проекцию, и, значит, добавили множество методов решения линейной, задачи линейного программирования. Ну, вы знаете, там симплекс, скажем, прямой метод. Понятно, что он неустойчив, потому что там фактические исключения по гауссу, если так разобраться. А вот можно проверить симплекс, скажем, прокрутив метод устойчивый, который, в принципе, реализуется просто. Так, теперь, ну, про несколько соображений моих, которые не подтверждены практикой, потому что метод, о котором я говорил, мы давно как бы теоретически используем, но серьезно не занимались решением задач с помощью корректирующих мозгов. Вот. Поэтому просто тут, ну, так, по интуиции, по-видимому, так и будет. Чем отличаются, или сравним, прямые методы из монографии классической и вот наш итерационный метод. Ну, понятно, что прямые методы более экономичные. Ну, там, понятно, минимум глубокие теории используются, типа такера, теоремы. И наличие готовых программ, что очень важно для прикладников. Ну, единственный недостаток, проблема неустойчивости там остается. Теперь вот метод, которым мы занимаемся. Понятно, что я уже, я думаю, убедился, что он порождает реализующий алгоритм, то есть устойчивый к ошибкам управления входных данных. В принципе, прост в реализации, можно программировать. У меня аспирант Беляев там потратил полчаса, чтобы запрограммировать. Сейчас вот простой пример, который мы решили для иллюстрации. И получил результат. То есть программирование здесь очень простое для любого специалиста, который... Ну, по-видимому, будет выступать по экономичности, то есть по затратам машинного времени. Ну, если есть, как говорится, резерв, а если есть машина, то, как сказать, это, в общем-то, сейчас не проблема. Так, я заканчиваю, чтобы оставить. И, наконец, вот простой пример. Значит, среди прикладных исследованиях, физиков, химиков, ну, вообще, те, которые занимаются расчетами какими-то, и получают экспериментальные данные, которые нужно обработать. Проводится фитинг. Это выравнивание по методу на меньше квадрата. Ну, давайте на простом примере. Она взята из той же книги. Примерим метод, который мы предложим. Значит, ну, там данные, понятно. Вот нужно с помощью этой линии сгладить. Они очень разбросаны. Задачи с ограничениями, повторяю. Значит, здесь уже не просто метод на меньше квадрат, а с ограничениями. Причем некоторые активны. То есть их надо использовать. Вот приводится вот к такой задаче. Тут выписаны все, значит, данные. Можно свести просто к задаче минимизации с несколько другой матрицей. И применяем итерационный процесс с корректирующим множеством, который я вам рассказал. Значит, что получается? Значит, было известно точное значение, точное решение. Ну, это в книжке прямо написано. Значит, проделав вот с таким P, где у нас вот? Вот она. Ну, тут надо с единички начинать. Проделав тысячу итераций. Вы понимаете, что гамма, вот это вот так, гамма и К, то понятно, что она должна уже близко объединиться, чтобы получить анасизальной результат. И после тысячи итераций получилось с точностью тысячной восстановило решение. То есть для небольшой размерности нужно столько итераций, с какой точностью вы хотите получить. сельскому языку. Тут вот, значит, ограничение и вот точка, которую мы установили, все нарисовано. Вот эта линия. Видите, какие плохие данные. Ну, и чтобы оставить время для вопросов, можно не зачитывать заключение, наверное, в двух словах. Значит, итак, предложенный итерационный процесс устойчив к ошибкам входных данных, позволяет решать обратные задачи в форме метода на меньшее квадрат с ограничениями. Здесь надо оговориться. Если, когда мы решаем задачу с априорной информацией, мы добываем решение, добываем эту априорную информацию и включаем, то постановки метода на меньшее квадрат с ограничением, она уже есть. Ну, навязана постановка. Значит, и задача математического программирования. В частности, линейного программирования, обработки экспериментальных данных, фитинг. Обращаю внимание, что нигде предположение о компактности, множество ограничений и строгой выпуклости целевого функционала не предполагается. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, время на вопросах. У меня пока технически, Владимир Юрьевич, на 18-й странице оценку я хотел… Вот оценка самая нижняя, там К присутствует где-то или это справа? А нет, там регуляризация. Это просто имеется в виду, что… Нет, это… Так… Так, 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 так… Сейчас… Нет, это… Там пропущено. Спасибо. Коллеги, какие будут вопросы? Пожалуйста. Это скорость. Вот это скорость. А где опубликовано? Да, мне тоже интересно. Доклад… Предустория. Обратите внимание на существующие… Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание, я хотел сказать, что ваша книжка первая, где использовалась фактически недо на месячных квадратов с ограничениями, ну там только выпуклость на компактах. Вот тут как в области. Теперь где? Предыстория такая. В Сочи была конференция… Петр Николаевич Вагищевич… У нас в нем состоялась дискуссия о non-negative list square, то есть когда ограничение. Ну его как-то интересует. И мы обменялись информацией, я ему книжку ввел, а он обратил внимание на эту монографию. И следствием моего интереса было прочтение этой монографии, что тут оказывается не все сделано и можно что-то добавить. Поэтому нигде не опубликовано. Ну вот скоро юбилей Ивана Ивановича, но не юбилей, а… Падовщина. Я готовлю статью, вот я думаю, что там я опубликую. У нас журнал «Обратные некорректные задачи». Члены и коллеги здесь влашаем. Это действительно результат? Мощный. И практически, и теоретически. Ну тут как бы получилось, что можно еще и обратным задачам добавить над программированием. Тоже интересно. Это не обратное задача, но ясно, что… Так, пожалуйста, а множество ограничений… Множество ограничений… Множество ограничений… Выпуклое. Множество ограничений… Значит, вообще, я говорю… В постановке самой задачи исходной. Кул – выпуклое, замкнутое множество. Никак. Когда объединение будет? Ну, в счетное объединение… Мы не будем очень пользоваться. В счетное объединение объединения… Может, это будет? Нет, ну это… Понимаете, я не могу ответить на вопрос, можно ли свести влашу на плачу? Нашу. Ну, надо поразмышлять. Что является конечным объединением, так сказать… Какой объект… Счетное объединение… Счетное объединение… Выпуклое, замкнутое… Это, может быть, и все просто. Вот именно. Без ограничений… Значит, без ограничений… Ну, например, шарок… Счетное объединение… Например, шарок… Например, шарок… То есть, какие-то частности не можно, но… В общем-то… Коллеги… В Зуме есть вопросы? Есть вопросы. Можно? Пожалуйста, завершающий, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за интересный доклад. Просьба сообщить, когда будет у вас семинар, посвященный Ивану Ивановичу. Может, удастся подъехать. Да. И у меня такой вопрос. Зачем вы так активно говорите про отсутствие ограниченности множества допустимых решений? Если ввести интервальные ограничения, задача становится более интересной, более эффективной, а интервальные ограничения в любой задаче прикладной всегда можно ввести. Вот. Будут очень интересные и двойственные задачи. Вы абсолютно правы с точки зрения, если мы ограничиваем, то ВРН – это компакт. Есть работа, которая с компактом умеет, так сказать, разбираться. А не предполагается, потому что, если у вас положительный антамп, если моноязовый, понимаете, это уже другая установка задачи. То есть, мне кажется, в этом, наоборот, преимущество в том ограничении. Ясно, что она будет гораздо лучше, но надо рассматривать более общей тысячи. Поэтому я думаю. Спасибо. Коллеги, время закончилось. Еще раз большое спасибо Владимиру Васильевичу. Следующий доклад Анатолий Григорьевич Егола. Прикладные обратные задачи. Пожалуйста, Анатолий Григорьевич. Мы вас попросим, если можно, здесь находиться, чтобы разобраться. Спасибо. 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 Мне очень приятно снова приехать в Новосибирск, где мы с Сергеем Игоревичем регулярно проводим молодежные школы, которые начнется, насколько я понимаю, в субботу. А эта конференция имеет особый характер, поскольку посвящена 90-летию Михаила Михайловича Лаврентьева. И, конечно, Михаил Михайлович сыграл выдающуюся роль в создании теории и методов решения некорректно поставленных задач. Но вы знаете, что эта наука создана в Советском Союзе тремя основоположниками. Это Валентин Константинович Иванов, Екатерин Борг, Михаил Михайлович Лаврентьев Новосибирск и Андрей Николаевич Тихонов, мой учитель, Москва. Вот эта тесная кооперация, тесное взаимодействие между тремя выдающимися учеными позволили создать, заложить основы современной теории некорректно поставленных задач. Я вспоминаю многочисленные встречи с Михаилом Михайловичем. С Михаилом Михайловичем была замечательная практика. Он никогда не ставил защиты докторских диссертаций по некорректно поставленным задачам без обсуждения на семинарах в Екатеринбурге и в Москве. Я с удовольствием прилетал в Новосибирск оппонировать диссертации здесь. И мне хотелось бы вспомнить, что 20 лет тому назад мы отмечали 70-летие Михаила Михайловича. И отмечалось это 70-летие вначале в Новосибирске, а потом на специальном самолете все полетели в Ханты-Мансийске. Вот эту фотографию я специально нашел. Вот мой Михаил Михайлович и Ерохин, директор тогда Ханты-Мансийского института. Мы катались на катере, летали на вертолете на специальный остров. Была очень хорошая возможность не только научного, но и такого очень приятного личного общения с Михаилом Михайловичем. Вот это хорошая фотография, мне она очень нравится. Я с удовольствием ее показываю всем присутствующим. Ну а что же касается сегодняшнего заклада, то я хотел бы рассказать о том, какие практические задачи решаются сейчас в моей научной группе в Московском университете. Ну и я хотел вначале рассказывать о обратных задачах электронной микроскопии, но я все-таки поменяю, переставлю местами две задачи. Потому что по второй задаче мы только что получили грант Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая. И сегодня мой китайский партнер написал, что в Китае наконец вчера объявили о том, что эти гранты есть. Потому что в России было объявлено достаточно давно, а в Китае объявили только вчера. Мы, конечно, немножко волновались. Тут, кстати, и наши коллеги из Япутии получили грант. Можно их поздравить, безусловно. Вот поэтому, если можно, допустите, пожалуйста, вторую презентацию. Это методы восстановления магнитного поля, используя экспериментальные данные. Здесь стоит дата Новосибирск, 4 октября. Потому что я делал этот доклад на морщаковских чтениях. Я делал доклад онлайн, но имеет смысл повторить этот доклад сегодня. Ну, что у нас заявлено в качестве тематики гранта Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая? Это заявлено. Владимир Васильевич наверняка это заинтересует. Потому что в Екатеринбурге этим интенсивно занимается. Но он, наверное, и знает эту заявку. Это совместная обработка гравиметрических и магнитометрических данных. Что изменилось в методах решения некорректно поставленных задач за последние годы? Ну, появилась возможность решать многомерные задачи. Чего, конечно, не было тогда, когда создавалась теория некорректно поставленных задач. Ну, вот когда мы начинали наши работы с Андреем Николаевичем Тихоновым, конечно, мы решали одномерные задачи. Ну, компьютеры были слабенькие. А сейчас появилась возможность, используя суперкомпьютеры, решать многомерные задачи. И это очень важно, потому что, ну, геофизика, понятно, что вся геофизика либо трехмерная, либо, если вычитывать время, то это четырехмерная наука. Ограничиваться простыми моделями, которые использовались в конце 80-х годов, конечно, уже сейчас не стоит. Сейчас появился огромный интерес к искусственному интеллекту. Вот в этот грант заложены идеи использования методов искусственного интеллекта для решения обратных задач. Это очень модная сейчас тематика. Но я, правда, вспоминаю 80-е годы, когда обратные задачи гравиметрии решались с помощью палеток. Палетка, на самом деле, это тоже искусственный интеллект. Много раз решается прямая задача для типичных расположений объектов. А дальше уже, правда, не искусственный интеллект, а геофизик с помощью своего интеллекта сравнивал рассчитанные картинки с результатами измерений. Ну и принимал решение, что вот в этом регионе примерно такое-то расположение тел, которые приводят к изменению плотности по сравнению со стандартной плотностью. Ну вот, коллектив, который будет работать в выполнении этого гранта, состоит из Игоря Колотова, который сейчас заканчивает кандидатскую инсертацию на эти тематики, Дима Лукьяненко. Дима, как прилетел сюда, сегодня будет рассказывать вещи, которые наверняка заинтересуют Владимиру Васильевича. Это метод наименьших квадратов, но для задач большой размерности. Ну, в частности, я хотел сказать Владимиру Васильевичу, что в нашем монографии, который он вспоминал, там есть и метод решения интегральных уравнений первого рода, одномерных, с учетом неотрицательности. Не обязательно на компакте, тоже проектирование было, был метод проекции запряженных градиентов на множество неотрицательных векторов. Поэтому тематика, о которой рассказывал Владимир Васильевич, исключительно интересная и важная для приложения. Дима сегодня сделает доклад о том, как в задаче большой размерности учитывать еще возникающие ошибки округления, которые накапливаются и, конечно, приводят к искажению результата. Далее это соавтор Инна Степанова, главный научный сотрудник Института физики земли, который очень долго работал с Владимиром Николаевичем Страховым, всем хорошо известный специалист в области геофизики и о некорректной задаче. И наш китайский партнер Ян Фэй Ван, институт геологии и геофизики из Китайской академии наук, который сегодня мне наконец сообщил, что наконец объявлено экспертный грант в Китае. Поэтому немножко он добавил, вдруг там сейчас не нужно. Так, ну а теперь, что касается, что делалось, откуда появилась эта задача. Эта задача появилась тогда, когда мы сотрудничали с Национальным университетом Сингафора, и там нам предложили рассматривать задачу восстановление магнитного поля для кораблей по результатам измерения на магнитных сенсорах в Сингапурском порту. Это крупнейший порт Юго-Восточной Азии, и наши сингапурские коллеги хотели поставить магнитные сенсоры на входе, но так и не поставили. Задача была решена, а задача дальше, если отыскиваешь распределение магнитного поля по кораблю, то дальше возникала задача, которую, кстати, решали во время Великой Отечественной войны в нашей мудающейся математике, как потом погасить это магнитное поле корабля, чтобы не липли магнитные мины. Эта задача актуальная и в настоящее время с учетом террористов. Наши сингапурские коллеги просили нас задачей заняться, но до реализации на входе в Сингапурский порт пока не дошло, но, может быть, и появится. Значит, это модель такая. Значит, магнитное поле генерируется магнитными диполями. Магнитными диполями. Если диполей много, то можно ввести понятие плотности магнитных диполей, ну и результат поля вне источника магнитного поля. Ну, это тройной интеграл, тройной интеграл, который имеет вот такое выражение. Ну, понятно, что это уже можно рассматривать как интегральное уравнение предвозимо первого рода, определив, конечно, функциональные пространства. Значит, на входе неоднородность это вектор функция, вектор функции, понятно, что задача надо найти три трехмерных функции. Понятно, что эта задача в полной постановке честно может решаться только с использованием суперкомпьютеров. вот ядро этого интегрального уравнения, ну и там два слова о том, что нужно найти в результате обработки эксперимента, в результате обработки эксперимента. Ну, что делалось до этого? Ну, понятно, что если не использовать суперкомпьютеры, то задачу можно решать с учетом различных упрощений. Ну, кстати, показываем, как корабль стоит в порт, но непонятно, откуда появляются результаты, если не видят, потому что корабль проходит над решеткой магнитных сенсоров, получается изменение магнитного поля вне корабля. Простые модели. Разбиваешь корабль на кусочки, получаешь систему линейных антибиотических уравнений, которые можно решать. Можно решать задачи при всякого рода упрощениях относительно формы корабля, но это, это, конечно, не общая постановка. Общая постановка тогда, когда, ну, примерно ясно, в каком объеме можно помещать корабль, даже не зная форму корабля, в каком объеме, ну и получается, конечно, задача для отыскания значений магнитного поля при очень большой размерности искомого решения. Вот здесь два слова о том, при каких размерностях. Дима проводил расчеты на суперкомпьютерах, ну, здесь уже 67 тысяч с лишним точек. Расчеты проводили достаточно давно, сейчас суперкомпьютеры стали помощнее. Расчеты такого типа занимали у Димы порядка суток, так сказать. То есть, даже для обработки данных по одному кораблю на суперкомпьютерах, это, все-таки, обработка бигдейта, это тоже модное понятие сейчас, это бигдейта были всегда. Ну, здесь то, что Дима два слова о том, как проводить распараллеливание. Есть известный закон Амдала, который позволяет оценивать эффективность распараллеливания. Ну, и распараллеливание, которое проводил Дима, Дима проводил распараллеливание за счет того, что при решении интегрального уравнения фрегума первого рода, трехмерного относительно вектора функции, можно разносить вычисления сумм, а там очень много разных сумм, которые можно разносить на различные процессоры и считать одновременно. Вот идея распараллеливания. Ну, кстати, я могу сказать сразу, что распараллеливание это, в общем-то, искусство. В свое время идеологам использования параллельных алгоритмов при решении систем линейных алгебраических уравнений был Валентин Васильевич Воевольман. Валентин Васильевич мне тоже говорил, что вообще распараллеливание это искусство. То есть, надо аккуратно изучать задачу и смотреть, где можно распараллелить, не надеясь на то, что какой-то там искусственный интеллект сам это сделает без изучения задачи. Никакой искусственный интеллект не заменит, конечно, интеллект специалиста. Вот и здесь вот Тихоновский функционал, там регулизатор с гладкими функциями и так далее, который применялся. Ну и вот здесь, видите, после конечной разности аппроксимации огромное количество разных сумм и функционали, и при вычислении градиента и так далее. все это можно аккуратно изучить, как это разнести на разные процессоры. Вот здесь Дима написал, как это делается. Я не буду вдаваться в ненужные детали, но зато применение закона Амдала показало, что такой подход является весьма эффективным и можно использовать для решения задач. а это результат практической обработки. Наши сингапурские коллеги занимались, вот есть два понятия моделин или simulation. У них было реальный корабль, на котором можно было проводить эксперименты. Корабль небольшой, но вот удалось восстановить магнитный портрет этого корабля. Ну, а теперь, после того, как мы поработали с ингапурцами, наши китайские коллеги предложили использовать те же методы для решения обратных задач геофизики. При этом они сделали прибор, который позволяет измерять не только магнитное поле, но еще и измерять производное магнитного поля. Это так называемая полная тензорная модель магнитного поля, но получается, при этом, конечно, при этом получается, если убрать понятную зависимость между компонентами производных магнитного поля, связанные с тем, что поле не вихревое, нет источников, то остается пять различных компонент производных независимых, которые наши китайские коллеги исследовали. Получается уже система интегральных поравнений, вообще говоря, переопределенная, но если модель правильная, то понятно, что она должна быть совместной. и вот эту систему уже тоже можно решать, используя супер компьютеры. Вот этим и занимался аспирант Колотов, который сейчас представляет свою кандидатскую резердацию. Здесь несколько, вот это полная модель, три компонента магнитного поля, пять еще уравнений, связанных с тем, что есть производные магнитного поля. Ну, еще раз хочу сказать, что вот, конечно, в 80-е годы, когда мы занимались решениями, то мы решали отдельные трехмерные задачи, но тогда, когда уравнение типа свертки, так сказать, там не нужно использовать суперкомпьютеры, конечно, никакие, можно и так решать, а вот такого типа задачи можно решать только сейчас, используя, конечно, современную обучительную технику. Вот два слова по поводу вот этой задачи. Ну, здесь Тихомовский функционал, обобщенный принцип невязки, который мы всегда рекомендуем использовать. Ну, и далее вот результаты модельных расчетов, в чем оказалось, что, конечно, измерение производных магнитного поля дает более качественную информацию, чем на модельных задачах было показано, чем просто измерение магнитного поля без производства. Значит, вот это наши китайские коллеги, в них есть специальный остров, ну, чем находится остров, это большой секрет, потому что географическое положение этого острова так нам и отказались сообщать. скажу чуть позже, зачем нам нужно было географическое положение острова. Вот наши китайские коллеги с прибором сквит измеряет магнитное поле, переноси этот прибор по острову. А для того, что, вот этот самый сквит, для того, чтобы можно было объемные задачи решать, надо, конечно, еще и сквит этот на вертолете, чтобы можно было производить измерения на разных высотах. Вот этот сквит уже, как видите, подвешен к вертолёту, который летает над этим самым островом. Ну, были проведены некие расчеты, которые очень понравились нашим китайским коллегам, и они решили, что можно как раз подавать заявку на грант, используя вот эти методы, для геофизических приложений. Ну, дальше было сделано следующее. На самом деле, в геофизике, то, что ищут геофизики, это не источники магнитного поля. Источники магнитного поля, это всё-таки земля, магнитное поле Земли. а поэтому, на самом деле, если у нас нет источников, а есть некие вещества подземные, то они характеризуются другим свойством. Они характеризуются, так называемой, магнитной восприимчивостью. То есть, магнитное поле определяется магнитной восприимчивостью, и магнитное поле порождается в магнитном поле и меняется с учётом магнитной восприимчивости объекта под землёй. Поэтому, на самом деле, интерес представляет скалярная функция. И получается огромная система интегральных уравнений, но не относительно вектор функции относительно скалярной функции, которая называется магнитной восприимчивостью. Эта магнитная восприимчивость зависит от того, какие там пара, диамагнетики, феромагнетики, как раз расчёты были для парамагнитиков, для парамагнитиков. И, в этом случае, вот видите, как раз получается вот эта система, а функция одна, но тоже требует, конечно, основания методов решения многомерных задач. Но потом оказалось, вот беда в том, что данных для обработки, к сожалению, было не так много. Мы могли обрабатывать то, что предоставляет наши китайские коллеги. В свое время в Новосибирске я говорил с Михаилом Ивановичем Эповым, который обещал пока не реализовал, предоставить данные наблюдения магнитного поля над Сибирью. На Сибири тоже есть измерения, мы могли бы попытаться их обработать и что-то получить. Но зато есть данные спутниковые, это американские космические станции, которые были запущены на Марс и Меркурии. вот эти данные доступны в интернете, и их можно было извлечь и заниматься их обработкой. Но сколько точек наблюдения, это зависит от того, как спутник летал. Понятно, что мы не можем влиять на полеты американских космических станций, как летали, так и летали. Но, тем не менее, данные были обработаны и были использованы те же самые методы. Были построены магнитные были построены рассчитаны магнитные портреты Марса и Меркурия. Вот эти результаты только-только опубликованы. Ну и это Меркурий, тоже там была космическая программа исследования Меркурия. Ну и сейчас работа продолжается с целью разделения магнитного поля, который ближе к поверхности Меркурия, от магнитного поля, которое порождается глубинными объектами Меркурия. Ну вот некий перечень печатных работ по этому поводу. И они доступны. Последняя работа Journal of Images, например, Open Access. Если кого-то интересует, я с удовольствием всем готов прислать, потому что от моего рассказа, конечно, не совсем понятно, как что решалось. Для этого надо читать, конечно, публикацию. Поэтому я очень надеюсь, что Владимир Васильевич тоже публикует свой интересный доклад, который мы с удовольствием почитаем. у меня правда другая книга по методу на меньший квадрат. Я когда-то очень давно приезжал в Швецию, мне Бьерк подарил свою книгу лично. Гарсоны надписи Бьерка. Бьерка тоже, очень хорошая книга, по методу на наименьший квадрат. Конечно, это современные результаты. сейчас очень важно. сколько минут у меня осталось? Потому что у меня еще вторая. скажу. Если по программе, то остается 12 минут. Очень хорошо. Давайте включить коробу. вот это пока мы подпишем. Хочу сказать, что у нас было очень тесное сотрудничество с китайским партнером, и мы оказались рекордсменами, потому что шесть раз выигрывали грант российского фонда фотометальных исследований государственного фонда естественного Китая. Правда, занимались там немножко другими задачами. Ну, а сейчас я два слова скажу еще в одном направлении исследования. это электронная микроскопия. Мы начали заниматься приложением к обратным задачам электронной микроскопии еще в конце восьмидесятых годов, и нам удавалось тоже решать там трехмерные задачи. Почему? Потому что вот этот большой перечень печатных работ, которые были выполнены по этим задачам. Что такое электронный микроскоп? Это источник электронов, электронный пучок вот этот, его можно двигать, его можно двигать, и меняя энергию, можно добиваться, что пучок проникает под поверхность. Ну, понятно, что когда мы двигаем, то по двум координатам, по двум координатам, ну, x, y, допустим, мы имеем уравнение типа свертки, чему удавалось решать еще восьмидесятые годы трехмерные задачи. А вот по третьей координате проникновения внутрь у нас, увы, свертки нет, поэтому решался на самом деле набор интегральных уравнений, набор интегральных уравнений, просто, после перехода в преобразование фолье. И удавалось получать трехмерные картинки, используя весьма слабые компьютеры, которые были в те годы. Ну, вот, несколько задач. Вот здесь задача по поводу распределения источников излучения рентгеновского. это вот было одноверное уравнение, а источники излучения, сейчас я как раз схематика Владимира Васильевича, распределение источников излучения имеет вот примерно такой вид. с нашей точки зрения, это что такое? Это функция вначале вогнутая, потом выпуклая и неизвестная точка перегиба. Поэтому одномерное интегральное уравнение решалось, как раз так, как рассказал Владимир Васильевич сегодня. Линейные ограничения какие? Выпуклость, где вогнутость, это ограничение на вторую разностную производную, это линейные ограничения, линейные ограничения, но по точке перегиба ничего умней, конечно, придумать было нельзя. Точка перегиба на пределах перебора. А линейные ограничения, это ограничения на вторую производную. Вот. Ну и получалось хорошее, вот результат обработки результатов эксперимента, использования вот такой подход. Следующая задача, эта задача решалась сингапурскими коллегами. Эта задача, электронный пучок может порождать различные типы излучения. Здесь было лиминесцентное излучение, была бифокальная линза. И задача была весьма сложная и неприятная. мы использовали метод с апостериорной оценкой погрешности, то есть отказались от искания функции в одной точке, а искали интеграл. интеграл по участку интеграл с хедром, в этом случае есть истокообразная предстоимость решения, и можно посчитать, вы знаете, что оценить погрешность в некорректных задачах нельзя, а апостериорная погрешность, сейчас я покажу, она имела вот такой красивый вид, с глубиной она возрастала, и так далее, то есть получалась возможность физикам показывать не только результаты обработки, а показывать еще и с какой погрешностью находилось решение. это была кандидатская диссертация Кости Трофеева, Костя сейчас ушел работать Доспром, но у него была сделана вот эта работа по обработке результатов сингапурских коллег. А что делается сейчас? Сейчас делается работа, по которой тоже будет кандидатская диссертация Андрея Борзунова, это обратно рассеянные электроны как метод определения формы отражающей поверхности. Значит, сделан подход, позволяющий с очень высоким разрешением на порядке выше, чем оптической, получать форму отражающей поверхности. Это сейчас тоже модная тематика нанотехнологии, вот там получается как раз на уровне, так сказать, наноразмеров. Ну, вот, поверхности, которые изучают, их можно увидеть, конечно, на электронах с помощью обработки данных электронного микроскопа, но непонятно, это впадина или выпутность. Поэтому, а это очень важно при изучении всякого рода физических структур. ну, и схемы эксперимента стоят детекторы, падают электроны на какую-то поверхность, они отражаются, отражаются, ну, и для того, чтобы восстановить форму поверхности, надо что делать? Надо найти градиент поверхности, то есть, надо найти, под какими углами отражаются электроны от этой поверхности. как, как это сделать? Да, был предложен нами, вместе с каферой физической электроники, брать объект, который имеет известную форму. Известная форма, это, конечно, очень удобная, это полусфера. Тогда, совершенно понятно, что когда проводишь пучок электронов над полусферой, измеряешь отраженные электроны в помощи детекторов, углы отражения хорошо известны от полусферы, от полусферы, а потом, зная, вот, под какими углами сколько электронов попадает при движении электронного луча в разные детекторы, можно в итоге выписать уравнение для отыскания поверхности, зная градиенты поверхности. вот это результат и был проделан, поскольку у меня время заканчивается, я не собираюсь вдаваться в детали, вот, но зато сводилось тоже, конечно, к решению системы линейных алгебраических уравнений, системы линейных алгебраических уравнений, и удавалось выяснить, вот это что такое, спадина или выпуклась. выпуклость, применяя методы восстановления поверхности. Это было опубликовано в высокоретенном журнале ультрамикроскопии, ультрамикроскопии, сейчас работы в этом управлении продолжаются, ну а я хотел бы поблагодарить всех за внимание, за рассказ еще двух прикладных задач, которые решаются на мою игру. Спасибо большое. Аплодисменты. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Вопросы? Там электронный график и график . Одномерный график и микроскопии . Самый первый. Да, вот здесь известно что-нибудь запомнить, потому что у нас там была практика семейства формы на речи продуктов. Семейство неизвестно. Если вы ждете, то это не регрессия, а здесь излучение возрастает. Кстати, этот прием и многие другие задачи. Например, вот такой вид имеет потенциал драмолекции. Потенциал драмолекции обычно это пункция, которая выпуклая, она убывает, потом небесная точка перегиба, а это пункция такая. Она монотонно не сбывающая. Потенциал аморологии. Она ищет об отстании конечного числа аппарата. Но часто бывает, что, к сожалению, параметрического выражения для потенциал драмолекции. Здесь тоже не было выражения для параметрического распространения. А почему просто не вести искусственно семейство похожее? Вы знаете, дело в том, что если вы будете семейство, вы ограничиваете класс. Если это семейство вводится из физических садрогов, ну, например, есть спектроскопия, гауссовая функция, гауссовая функция, гауссовая функция. Эти функции получены из физики. Понятно, откуда берется гауссовая функция. А откуда берется гауссовая функция. Если из физики не получим конечного параметрического семейства, то вы просто сами его ввозите искусственно. Но при этом вы сужаете класс вопросных решений. Потому что класс решений такого типа, конечно, шире, чем конечного параметрического семейства. Спасибо. Коллеги, какие еще вопросы, может быть, в зуме? Так, в зуме нет вопросов. Ну, тогда мы первую половину утреннего заседания завершаем. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо. Сейчас кофе-брейк и продолжение дискуссии. Я в подготовке. Следующий вопрос. Я скажу, у нас после кофе-брейка Светлана Владимировна Фортова, потом Гульнара Маратовна проемщика и Сергей Павлович Степанович. Три доклада. Спасибо.